девчонки всем привет большое спасибо что вы зашли ко мне на канал меня зовут ирина сегодня у меня будет просто спонтанное видео это видео будет у нас о пустых баночках хозяйки на заметку мне очень нравятся такие вообще видео я их всегда смотрю с удовольствием и сегодня решила просто снять вам потому что что-то у меня совсем никак не получается что-то совсем никак у меня нет времени вдохновения но понимаю то что нужно уже отснять эти пустые баночки поделиться с вами своим мнением выбросите их выбросить их и копить новые но вот девочки если вам интересно узнать что у меня были что же в этот раз у меня было в корзине пустых баночек тогда вас конечно же приглашаю к просмотру и возможно что-то интересное полезно вы для себя подчеркнете ну что ж поехали начну я наверное в начали с баночек а потом закончу пакетиками начну я наверное с того что у меня закончилась я сегодня снимаю кстати опять на салфи пал потому что совсем совсем обленилась но что начну с того что у меня закончилась вот такая вот огромная бутылка ферри ягодная свежесть могу сказать девчонки одно мне этого средства хватило ну где-то наверное на месяца полтора и я просто кайфовала от этого аромата это просто необычайно вкусный ягодный летний аромат и если я встречу еще такой аромат ягодная конечно же возьму я очень люблю все такое вкусненькое вкусненькое привкусненькое а когда в кухне просто пахнет ферри вот этим ягодным это знаете девочки ну это того стоит классная вещь которую я покупаю и буду покупать всегда также у меня закончилась эта классика жанра апельсин и лимонник фэри тоже в два раза гуще я его прикончила вот буквально наверное дня два назад и у меня знаете чистящие средства всегда летят очень быстро потому что ну я наверное помешанная дарвин я наверное просто помешанная на чистоте тем более чистоте на кухне а так как я уже говорил у нас съемная квартира меня просто все время что-то гложет тем что что-то нужно где-то оттереть а фэри мне в этом кстати помогает я ему не только посуду я могу помыть и стенки кафельные допустим примеру могу помыть газовую плиту возле газовой плиты если что-то жарила то есть но вообще девчонки для меня фэри это универсальная штука я могу помыть практически все даже некоторые пятна на вещах я тоже вывожу фэри следующее что я хочу показать и это тоже следующее я хочу показать это сив у меня идет здесь освежающий эвкалипт и трава сто процентов удаляет грязь могу сказать так что допустим примеру сейф для меня это знаете такой палочка вручалочка я могу почистить как раковину в ванной комнате также им замечательно я могу почистить какие-то кастрюльки почистить газовую плиту если к примеру я не хочу брать какое-то другое средство также я могу им замечательно почистить посуду какие-то допустим кружки я могу им вычистить потом просто хорошенько выполоскать и ни запаха ничего не останется то есть для меня это какое-то универсальное средство но конечно же им нужно пользоваться в перчатках у меня здесь объем 500 миллилитров я осталась безумно довольна и аромат кстати мне напоминает какие-то знаете капельки больничные от насморка с экстрактом эвкалиптом с маслом эвкалипта поэтому как бы ну классная вещь которую я покупаю как я говорила для меня сив и глорикс это всегда какие-то бесспорные фавориты в уходе за домом поэтому девчонки не бойтесь его цены он прослужит вам достаточно долго если вы конечно же у вас есть какие-то серьезные загрязнения следующее что я хочу показать это тоже моя палочка вручалочка это классический глорикс он у нас идет цветущая яблоня и ландыш дезинфицирует без хлора удаляет аллергены я же в миллионы тысячи раз говорила то что я склонна к аллергии у меня она присутствует аллергия и глорикс для меня нейтральный такой вот такое средство который во первых удаляет загрязнением с пола до убирает там этот пыль кошачьи а также убирает конечно же кошачью шерсть кошачью шерсть если она есть на полу так как у нас дома имеется домашнее животное в виде кота и хочу сказать то что после того когда я мою пол у меня нет страха о том что к средство какое-то очень сильно химическое и она повредит нашему коту и и конечно же в первую очередь повредит как-то нашему ребенку кирюшки поэтому как бы я его беру и всегда с удовольствием им пользуюсь конечно же когда я начинаю мыть полы и если я его добавляю а добавляя его постоянно при каждом мытье пола я всегда пользуюсь перчатками потому что хоть здесь и пишет то что не содержится хлора но все равно ручки нужно беречь поэтому девчонки очень достойное средство не имеет никакого едкого аромата здесь у нас объем тысячу миллилитров и мне его хватило ну на месяц чуть больше даже месяца поэтому я с удовольствием могу вам его посоветовать и из всех средств для мытья пола для меня глорикс это прям да очень даже хорошая не имея никакого специфического аромата навязчивого в квартире пахнет просто чистотой следующее что я хочу показать и наверное это мое разочарование разочарование потому что я на него возлагала какие-то надежды и думала я дам ему определенный шанс и не смейтесь девчонки это ленор и здесь это у нас какая-то новая серия которую они выложили выставили на продажу да разработали супер концентрат на 26 стирок парфюмель и сказочная магнолия называется аромат аромат конечно да аромат удался аромат великолепный если вы купите ленор по акции допустим в том же магнит косметик это конечно же здорово ну что я могу сказать данный ополаскиватель для белья именно если судить по полотенцам постельному белью он не дает мне той мягкости той свежести того аромата чистого белья что я люблю допустим от того же вернеля поэтому хочу сказать то что да вернель он даже мне кажется чуть дороже чем ленор но вернель мне нравится больше чем ленор и поэтому ленор я точно больше не куплю после него полотенца были жесткие постельное белье если к примеру я его не сняла да и сразу же не стала гладить а если чуть-чуть полежала и пересохла его невозможно отгладить она жесткая но какой-то некомфортно нет аромата вообще бесполезная вещь мне вообще показалось то что я купила какую-то копеечную штуку которая вообще не работает совершенно поэтому пока вы достали чистое белье из стиральной машинки она пахнет к примеру этим ароматом как вы его высушили достали она вообще ничем не пахнет но если вам нравится бесполезные штуки конечно же можете присмотреться а так мне совершенно не понравилось и я повторюсь то это то что я точно уже больше это не куплю следующее средство которое тоже не куплю от которого я которым я давала не один раз шанс и это ваниш у нас для ручной стирки ковров антибактериальные но как я уже говорила я помешанная мама на том чтобы удалить все бактерии убрать всю возможную грязь чтобы была стерильность какая-то чистота знаете это вот такая вот у меня просто мания чистоты мне нужно чтобы везде во всем было чисто и свежо и брала я вот этот ваниш для того чтобы вручную убирать какие-то пятна от кота допустим если что-то он там захотел скушать у нас на диване либо ребенок любит у нас кусочничать это очень плохо я понимаю что-то заляпать да и вообще в принципе у мебели у ковров есть такое свойство как пачкаться я почему-то думала что этот ваниш он будет во первых хорошо очищать я убью двух зайцев он будет еще антибактериальный здесь у нас объем 450 миллилитров он имеет такой специфический аромат ваниша наверно как у любого другого ваниша у ваниша свой собственно вот этот вот мылкой какой-то аромат аромат мыла но вообще ничего не сделал девчонки и после того когда он высыхает присутствует какой-то тухлый аромат хотя когда я стираю да вот вручную ковры либо мягкую мебель я всегда ставлю на проветривание окна я считаю стараюсь максимально сделать так чтобы не повредилась сама обивка и мебель и ковер но при всем при этом затухлый аромат который мне просто надоел и совершенно ничего ни одно пятно он не отстирал просто пена которая побыла вы смыли и вообще ни два не полтора поэтому в мусорку и вообще даже не хочу больше выбрать буду искать что-то другое может быть даже найду следующее это мой сантр который я уже бесконечно показываю в пустых баночках это средство убивает микробы и дезинфицирует с ароматом зеленого яблока и можно даже промывать канализационные вот эти вот трубы в ванной и на кухне что могу сказать тут его идет объем 750 миллилитров покупался также в магнит косметик у него удобно том что у него удобный носику у него шершавые вот эти сторонки которые из ручки он не выпадывает да в принципе он густой неплохо убирает но могу сказать одно то что как я сказал у него шершавые вот эти вот сторонки он хорошо комфортно держится в ручке то есть как бы нигде ничего не протекает за время использования бутылочка не мылась все 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 в нем мне понравилось но мне захотелось попробовать что-то другое я взяла как вы уже поняли беленький с белизной но мне кажется они где-то рядышком и вот мне конечно же намного больше нравится вот это средство но прям на классно убирает и нет едкого хлорного запаха поэтому если вы будете смотреть что такое недорогое она стоит 75 рублей сейчас магнит косметик в принципе очень даже достойный продукт который стоит своих денег я с удовольствием его брала и пользовалась следующее это знаете моё наверное провальная какая-то провальная покупка которые я либо не поняла либо как-то пользовалась не так либо руки у меня наверно не с того места растут и это средство стиральный порошок от фирмы meris или марис вот есть памперсы по моему meris да это концентрированный порошок он здесь рассчитан на 29 стирок его здесь всего один килограмм по моему объем идет у него и производитель вот этого японского по моему туда японского порошка нам говорит о том что он начинает работать от 30 градусов для меня это знаете большой показатель потому что у меня куча вещей которые нельзя стирать в температуре выше 30 40 градусов и мне нужен порошок который будет действительно отстирывать и работать я рассчитывал на этот порошок здесь шла мерная ложечка которую я к сожалению или к счастью уже переложила в другую в другой порошок и он так вот закрывается то есть вот такая вот коробочка удобно плюс начну с плюсов во первых это конечно же его маленькая упаковка то что здесь крышка которая за время использования она никак не деформировалась не испортилась она герметично закрывается нет вот этого аромата порошка по ванной комнате я храню по крайней мере порошок в ванной комнате да все хорошо есть мирная ложечка прям но все здорово да и аромат у него кстати приятный минусы он не работает при 30 40 градусов он даже слабо работает при температуре нет хотя вот допустим если я стирала белье и ставила его на максимальную температуру данный порошок самостоятельно срабатывал то есть если допустим стирал какие-то белые вещи и мне надо было их прям в горячей горячей воде да то на самой высокой температуре в стиральной машинке простирать он в принципе размыливался и давал результат но если я стирала обычно при 40 30 градусов он совершенно не работал и потом мне нужно было еще дважды запускать полоскание чтобы выплоскать его из белья хотя я делала все абсолютно по инструкции добавляла порошка не больше чем было прописано по инструкции но не знаю вот он стоил 500 рублей 500 с копейками и к примеру для того чтобы он начал работать я в него добавляла вот такой вот отбеливатель от актив шерами вот в дуэте срабатывает но девчонки могу сказать актив шерами стоит около 300 рублей и порошок стоит пятьсот шестьдесят рублей но стоит ли вообще покупать за практически тысячу рублей средства для стирки и ждать что а вдруг заработает поэтому знаете для меня простите для меня вот этот порошок это абсолютно провал я не знаю что с ним не так вроде бы все было герметично упаковано и куча отзывов на него читала что прям все пищат от него я оказалась от него прям вообще дичайшим не в восторге я просто разочаровалась в нем но конечно же спасибо моему другу от актив шерами он меня спас и единственное что актив шерами вот этого для цветных тканей он конечно же выстирывает цвет и они становятся более блеклый поэтому ну как то нет буду искать сейчас порошок для цветных тканей который действительно будет отстирывать и будет вообще хорошим а вот этот вот мне конечно же понравился как он отстирывает пятна убирает и единственное что это его аромат и на него я начинаю жутко чихать а так все цело как бы в принципе неплохое средство поэтому вот этот порошок советую не могу как самостоятельно следующее быстренько пробегусь по перчаткам я как-то вам показывала в покупках то что я приобрела себе вот такие вот перчатки от фирмы хом кара и хочу сказать девчонки я вот только сейчас выбросила эти перчатки они мне прослужили больше месяца каждая пара я просто одну отправила в ванную другую отправила на кухню классные перчатки за 100 рублей ну там 90 рублей они стоят классные перчатки которые мне очень сильно понравились и если вы встретите эту фирму конечно же обязательно берите потому что это достойная вещь которая вам прослужит и вас ни разу не подведет вот так выглядит упаковочка запомните следующее что выбрасываю и буду возмущаться это фирма чистюли которая салфетки вискозные тонкие быстро сохнущие 10 штук мягкие все мне нравилось в этих салфетках но в этот раз пришла в магниту и видела что цена на них еще больше выросла поэтому они мне нравятся но цена у них сильно кусучая поэтому девочки если позволяет бюджет вам на вот эти вот мелочи тратить по 80 рублей конечно же берите потому что вы в них не разочаруетесь классная вещь которая стоит своих денег тогда когда я покупала по 50 рублей а сейчас конечно же дороговато поэтому хорошие салфетки но цена на них сейчас завысилась что не могу сказать вот об этих вот салфетках тоже они вискозные евро салфетки универсальные 5 штук от мастер блеск мастер блеск представлен только в магазинах магнит такая ерундистика за 40 рублей такая ерунда которая просто она ни к селу ни городу я могу сказать то что им нельзя и стол особо вытереть салфетки становится после первого использования какие-то непотребные страшные вонючие и уборку с ним делать нельзя после них остается вот эти всякие множество вот этих вот знаете волокон поэтому такая ерунда которую совершенно не могу рекомендовать и вообще не стоило ее брать выбрасывают две упаковки бумажных полотенец от фирмы дева которые вот эти вот розовенькие уж очень мне не понравились и вот за полтора месяца я использовала в этот раз что-то прям аж две упаковки могу сказать только одно девчонки я их использую как полотенце после умывания и также я использую их на кухне вообще незаменимая вещь которая спасает во первых кучу обычных полотенец и если допустим использовать его после того когда вы умываетесь и у вас есть высыпание на коже вот такие вот одноразовые бумажные полотенца они спасают о том чтобы на лице не чтобы ну какие-то дополнительные бактерии вам на кожу не попали поэтому вот так вот классная вещь конечно тоже стоит недешево но это достойные бумажные полотенца которые не рвутся которые плотные которые хорошо впитывают и они не расползаются по лицу и ничего не остается там когда вы даже вытираете со стола к примеру что-то жирное хорошо впитывает ну просто классная вещь которая мне очень-очень понравилась следующее что хочу показать это тоже от фирмы чистюли это вот такие вот губки для мытья посуды размера xl супер прочный норт абразив тоже хорошие достаточно губки которые замечательно себя ведут хорошо размыливают средства хорошо очищает и вот этот абразивный слой у них не сподавит то есть для меня это тоже важно потому что в кучах обычных губок для мытья посуды постоянно отползает вот этот вот абразивный жесткий край который идет для лучшей чистки посуды да а здесь все замечательно все здорово стоили они по 65 рублей брала поэтому тоже присмотритесь данным губкам очень хорошо отмывают хорошо пенятся и долго служат но все вроде бы все мои пустые баночки хозяйственные которые хотела вам показать и которые у меня накопили за полтора месяца ну что девчонки если вам понравилось данное видео конечно же не забудьте поставить лайк если вам понравился мой канал не забывайте подписываться чтобы не пропустить новое видео берегите себя и своих близких а я вас всех люблю целую с вами была ваш ира до новых видео всем пока пока пока